добрый день мои хорошие сегодня у меня опять такой какой-то необычный такое видео я вся на эмоциях если кто-то смотрел мое первое видео об алкоголизме до история не закончена моя знакома очень долго не выходил на связь и даже писал управлял звуковые сообщения на ватсап она молчала и вот недавно вышла на связь где-то наверное после нового года прислала мне поздравление с рождеством прислала голосовые сообщения в общем все неплохо я конечно очень разочарована расстроена и зачем нет все рассказываю зачем я все это говорю во первых зерна не знаете о ком я говорю человек живи живет абсолютно не здесь даже не волгограде на городской области как-то я не знаю может быть кто-то увидит как назидание что ли что мы в жизни можем все очень легко потерять она мне рассказала о том там телефон уж не поговоришь а голосовыми то особо не пообщаешься она прилетела устроила мужу такой подарочек уехала в гостиницу как сказала изменила ему чтобы он об этом узнал мало того устроила дебушку этой гостиницы и забрали в полицию опять же этот муж ее выкупил вытащил засунул в больницу она сейчас там откапывается и видимо мужика терпение все-таки лопнуло принципе я его понимаю и а как она мне сказала вчера они должны были пойти к нотариусу он дает ей денег и на машину денег на покупку квартиры ее сына то есть сын как помните я говорила он вырастил его как своего сына очень положительный спортсмен уж не на деньги там и как я не знаю он ей вылечили я думаю в личной руки и нельзя деньги передавать может как-то сыну это темный лес еще неизвестно чем все закончилось было это вчера была ли она в состоянии пойти на это и вообще было ли это произошло что она опять так пугала только низ она мне сказала я ничего не пойму куда он дел мой mercedes слышите до слова mercedes у нее был mercedes он сказал что продал теперь дает мне деньги на новую машину то есть он не выкидывает ее как собачонку заметьте опять так вот как собачонку хотя по всем бы параметрам по всем ее выходкам многие бы так и сделали да а он еще дает ей деньги на машину квартиру не у своя есть слава богу что не своя квартира ну как она сказала я не пропаду я только свистну не будет полно мужиков да мужиков то будет полно девчат ну будешь ли ты как сыр в масле кататься как ты каталась до этого даю когда у тебя все было когда у тебя было заботливый муж когда он ценил любил боролся за тебя больше десяти лет и вот теперь ты махом все потеряла я не знаю что ждет трасса скорее всего если она не образуется опять и ничего не изменится мне же ими было и сначала жалко очень а потом дам господи настолько произошло в твоей жизни уже он столько тебя уже как путь пытался проучить он год она мне говорит я не вы почему он не везет эту хохлушку почему он ее мне не показывает я и я не знаю почему то есть мне уже давно сообщили если бы она была здесь и он бы с ней встречался потому что хохлушки никакой нету ну что очередной раз какую стряску не хочет сделать но по крайней мере пока она молчит ничего не отвечает на попробую и написать или послать голосовое сообщение спросить но этого и следовало ожидать мне в комментарии писала там женщина одна ничего не поможет никакие бабки никакие откапывания никакие уговоры приговоры нет они не слышат алкоголики не слышат ничего и им самое главное чтобы была синяка как она была синякой больше ничего не надо они меня не любят они издеваются они не дают мне выпить они мои враги то есть алкоголиков вот такое отношение к людям которые хотят им помочь видимо мужика терпение лопнуло я все-таки все равно восхищаюсь эти мужчины 10 лет это терпеть это не всякий будет терпеть понимаете сам-то он не алкоголик сам там состоятельный самый богатый человек и просто думе неужели так можно любить да она красивая да она молодая она выглядит малыш своих лет хотя пьет дали уже больше десяти лет генетика или на самом деле он ей кровь постоянно промывает протяжать поэтому я не знаю в первом видео говорил я не понимаю этого я просто не понимаю когда тебе срут сроду в душу извините за слово да такое нехорошее услышали от меня она просто по-другому не могу сказать и он ни раз не поднял на нее руку и только раз она громила все и последняя видимо капли была вытаскивала ее из полиции то есть она разгромила гостиницу лишь не знаю что он там делал что-то можно разгромить как в общем все сделала ему назло чтобы он узнал и в итоге ее жду против нее же обернулась она доскал так все закончилась моя семейная жизнь я ответил и может быть ты остановишься может ты попросишь у него прощения нет ничего не будет просить он такой сякой все это другое все у меня предал и всякую прочее с ним жить не могу чем больше мужиков нет ну просто этот человек не жил бедно понимаете она не жила бедно до этого у нее был муж тоже ну как его посадили тоже она не бедствовала какой-то бандит был как она нам говорила тоже прекрасно жила и тоже нигде не работала мне тоже по-моему образовать никакого нет насколько я уточнил или забыла или я не знаю то есть человек не знал нужды ни в чем и сейчас вот так вот уверенно все рвет бросает теряет вернее и все и девчат из за того что выпивка дороже да что мы не можем из себя взять в руки что мы лучше потеряем все что есть но с выпивкой не прекратим дружить как я еще говорю дружить все равно я считаю что все это ерунда можно взять себя в руки и очень много примеров берут себя в руки ну тебе же никто не наливает да ты сама идешь покупаешь пьешь сама себе вливаешь это спиртное я наверно никогда это не пойму вот такая вот я может быть жестокой с одной стороны и жили вначале было мне очень жалко сейчас но я все-таки думал она образумится она приедет все будет хорошо она будет попросить прощение своего мужа и потому что он писал ей туда что яночка тебя люблю такое прочее ирочка ирочка тебя люблю такой прочей в общем вот так вот такая печальная для вас история может случиться со всяким никто не застрахован но на самом деле все таки наверное генетика все таки вот если тебя в семье алкоголики наверное вот это все так генетически передается от бездельни от безделья запела но запела многие сидят не работают и многие никто не запил вы согласны со мной да а тут есть ли трусы от армания то я уж я не я просто я просто не понимаю я просто перестала понимать ее абсолютно егор надеялась что изменится ну видимо нет ну хотя это еще наверное не конец она все равно сообщит мне что все таки них там на чем они разошлись что они решили мне кажется мужика лопнул терпение он ей ты не простит не простит на этом я заканчиваю на такой грустной ноте может кто-то вновь меня смотрел кто-то опять напишет мне комментарий по поводу этому что я не права может и слишком жестоко к алкоголизму да но это люди которые мучаются сами учат вокруг себя своих близких я считаю так и не могут взять себя в руки хотя деть себя в руки можно вот можно можно все равно можно было бы желание ну все будешь сказать мне ничего слова кончились я конечно разочарована да подписчики мои желаю вам хорошего и вашим близким любите друг друга берегите друг друга услышьте друг друга и все будет у вас хорошо всегда будет хорошо а кто мне впервые смотрел подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик чтоб я вновь меня увидеть мое видео да не меня мое видео прощаюсь пока пока ваша света сегодня без поцелуечка настроение нет до свидания а